Трудные места описания И в Библии постоянно о вере говорится Вера, вера, а что такое вера? Вот этот стих дает нам определение Которое довольно трудно понять Вроде слова все понятны, а смысл не очень Цитирую синодальный перевод Вера же есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Перевод российского библейского общества Вера есть залог наших надежд И проявление вещей еще невидимых Перевод под редакцией Кулакова Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся И уверенность в реальности невидимого И мой перевод А вера кладет твердым основанием надежду И являет незримой Я постарался перевести глаголами Потому что, мне кажется, по-русски это звучит яснее и точнее Передает мысль оригинала Но в чем же мысль оригинала? Две вещи делает вера Или, ну, здесь два, можно сказать, существительных А я перевожу глаголами Но в любом случае это два неких действия Или два явления Пистис – это вера Хотя у этого слова могут быть и другие значения Это некоторый залог Это некоторый кредит даже может быть То есть что-то такое, что требует доверия Некоторая такая вот операция финансовая Которая требует доверия одного человека к другому Но, конечно, это и просто вера Важно, что вера включает в себя доверие Вот вера не есть в данном случае интеллектуальная некая конструкция Человек говорит, я верю в Бога Но иногда к этому можно добавить Но от этого абсолютно ничего в моей жизни не меняется Нельзя же сказать, я выдаю кредит Но я при этом не даю ни копейки То есть, значит, ты что-то даешь, если ты доверяешь Так вот, она есть что? El pizomenon hypostasis О, слово ипостась, знакомо Только оно в современном догматическом языке А больше ни в каком языке русском оно не употребляется Оно значит, что это совершенно другое ипостась Это, понятно, одна сущность в Боге Три ипостаси Ипостась в современном языке богословском Это, ну, конкретная единица Вот есть человек, а есть его ипостась Я его ипостась, каждый из вас его ипостась Вот мы, ипостась, понятие человек Вот отдельное, конкретное выражение этого понятия Но здесь совершенно другой смысл Вообще-то ипостась, ипостасис Если буквально переводить поморфемно Почему-то не сделали этого при переводе на церковнославянский язык Это выглядит что-то вроде слова подставка Юпо, представка под Там гиподинамия, гипотермия, гипо что-нибудь еще Это когда чего-то вот под Ниже, чем хотелось бы А ста тот же корень, что и русское стоять То, что стоит под И вот это слово ипостась может означать твердое основание Вот человек идет по болоту А где-то он выходит на сухую землю Твердую землю Он может на ней стоять У него под ногами твердая почва Вот это ипостась Понятно, что философская языка Она вошла уже в несколько другом значении Но с другой стороны не такое же оно и другое То, что я, например, или любой из вас Это ипостась человека Это абсолютно точно и твердо Слово человек это общее слово Оно где-то в воздухе у нас в голове существует А вот каждый из нас существует так Что можно потрогать и убедиться в существовании Да, вот это твердое, точно существующее явление И вот вера Это такая самая ипостесис Это вот такая самая твердая подставка Эльпидзомэнон Для того, на что мы надеемся Как интересно Понимаете, можем надеяться на все, что угодно И очень многие из наших надежд не сбываются Не так ли? Но вера делает для этих надежд Твердую подставку Как свечку ставит на подсвечник И она стоит, не падает И горит хорошо Вот вера дает какое-то основание для надежды Почему я должен надеяться Что однажды я стану богатым, здоровым, счастливым, любимым и так далее С какой стати? А здесь идет речь про надежду на что-то такое Что вытекает из данного нам Вытекает из нашей внутренней убежденности Смотрите, это не значит, что нам выписан чек На определенную сумму мы пойдем в банк и его обналичим Ну или там переведен на карточку некоторый большой транш Сейчас же чеки по мне выписывают И это не значит совершенно такого Это значит, что я надеюсь Я сам в себе нахожу основания для этой надежды Я сам себе выписываю кредит Который позволяет мне жить Потому что жить без надежды Это страшно Если смотреть просто вот вокруг и думать Что это все кончится однажды Ничего хорошего у нас не ждет И вот вера есть то, что позволяет мне дать себе кредит доверия Самому себе И верить, что это от Бога на самом деле кредит И дальше Прагматон эленхос ублепоменон Прагматон ублепоменон Вещей невидимых А эленхос это буквально их признак Признак вещей невидимых Ну да, допустим, какой-нибудь физический эксперимент В ходе которого мы обнаруживаем новую элементарную частицу Ее никто не видит Она быстро распадается Ее невозможно обнаружить даже с помощью каких-то чувствительных элементов наблюдения Но она оставляет след Вот физический эксперимент предсказывает, что появится такая частица Она тут же распадется, но в результате произойдет что-то Вот оно произошло Значит, эта частица там была Мы ее не видели Но след она оставила Вот эленхос это примерно то самое есть Как это? Я могу фантазировать о том, что есть нечто невидимое И очень часто, кстати, вопросы веры к этому и сводятся Люди верят в самые удивительные вещи Их вера абсолютно непоколебима Но у этой веры нет этого признака Нет вот этого самого следа, который оставлен невидимым Но оставлено И настоящая вера, она и есть, собственно, этот след Она и есть то, что позволяет нам сказать Да, мы этого не видим, но оно есть Наверное, у каждого человека, у которого есть вера, это что-то свое Вот не пощупаешь, не докажешь Не приведешь к качеству такого эталона Есть такой анекдот Что такое одна лошадиная сила? Спрашивают у студента физика Он говорит Это сила, которая вызывает лошадь весом в один килограмм и ростом в один метр Его спрашивают Где же такая лошадь бывает? Говорит, ну, это в Парижской палате мера весов Да, но ее поэтому никто не увидит Такой лошади нету Можно ее нафантазировать Очень часто вера, это как раз такая лошадь в один килограмм и один метр То есть, ну, я себе что-то придумал, и я считаю, что оно где-то есть Но доказать я этого не могу Но это совершенно другая вещь Здесь имеется в виду, что ты видишь Ну, говоря так, может быть, немножечко пафосно Видишь какой-то отцвет незримого в лице другого человека В его поведении, в своем собственном мистическом или даже бытовом опыте И ты понимаешь, что это след Вот след этой элементарной распавшейся частицы А не лошадь ростом в один метр и весом в один килограмм Которую даже вообразить себе невозможно Это очень тонкая вещь Но вот физики строят эти свои ускорители Они проводят эти эксперименты Годами строят, месяцами проводят И все это ради вот этого одного крохотного следа Который подтверждает, что в этом мире есть это явление Или, по крайней мере, бывает Может быть, больше этой частицы нету Вот во всей наблюдаемой нами Вселенной Но она была в эту секунду И, может быть, человеческая вера Она зачастую, как эта самая частица Она промелькнула где-то доли секунды Ничтожные доли секунды существовало Но она меняет все Физики доказывают с помощью этой частицы Некоторые модели Они постигают этот мир Они находят несуществовавший до сих пор Но предсказанный элемент этого мира Теория обретает стройность Извините, я не физик, если я что-то сильно напутал Не ругайтесь сильно И вера то, что расставляет по местам элементы этого мира Выстраивает их Даже если мы не можем потрогать, пощупать И, может быть, вот это здесь имеется в виду Еще раз прочитаю свой перевод Вера кладет твердым основанием надежду И является незримой Что интересно, дальше Наш автор переходит к перечислению примеров Оказалось бы, дай определение веры Дай символ веры Напиши, он появится потом Но уже потом А он перечисляет, начиная причем с Авеля Сына Адама и Евы То есть того, кто был убит И напоминает, что он принес Богу жертву Лучшую, нежели Каин Почему Бог принял его жертву? А потому что у него была вера Можем мы это доказать? Можем мы это подтвердить? Нет, но мы видим след Эленхос Вот мы видим свидетельство об этом Енох, который переселен в иной мир Так что он не умер Но и получает откровение о том, что Будет потоп и надо спасаться И множество иных примеров То есть смотрите, вместо того, чтобы дать Определение веры Исчерпывающее, подробное Содержание этой веры Ее описание Он дает целый ряд примеров людей Которые жили по вере И вот раз в их жизни это было Значит вера есть Значит это не просто некая фантазия О том, что вот хорошо бы было Но это свидетельство о том, что Что-то действительно существует И это что-то говорит нам о вещах невидимых Может быть, эта фраза про веру Которая по синодальному переводу осуществления Ожидаемая уверенность в невидимом Самая главная фраза послания к евреям Мне, честно говоря, так и кажется Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok